Дизайнеры Дизайнеры и как-то прокачаться А чем занимаются остальные? Девелоперы Кто из вас девелоперы? Оооо, понятно Чувствую вопросов Ну окей Хочу сообщить, я написал в Facebook Что у нас много поменялись У нас программа, у нас не будет одного доклада Не будет доклада про DTJS К сожалению Но вместо этого У нас будет Четвертым докладом Панель, где мы сможем Пообщаться Задать свои вопросы Разработчикам и дизайнерам Сергей Борисюк Я пухаю себе, потому что скоро должен подойти И еще подойдет Тарас Хугин Вот И в принципе Четыре человека из них тоже за нас Девелоперы Поэтому Девелоперы Так Ну я не обращу свой доклад Доклад у меня будет в принципе не длинный И Кому там что-то будет плохо видно Весь доклад сделан таким образом Что презентацию потом вы сможете скачать И посмотреть ресурсы Про которые я буду рассказывать Ресурсы и инструменты В основном В основном Презентация будет именно Алисис и инструменты Так Только у нас нет пульта Поэтому Будем общать так Короче В общем Я занимаюсь дизайном Стартапе PandaDoc и Quadroler Ты не услышал этих проектов? Да Половину Половину из них давала Крым PandaDoc В общем И поэтому мой доклад Будет именно Со стороны Со стороны Стартапа То есть В стартапе самое главное Это время Деньги И качество Сейчас расскажу Почему И как это уносится Ну собственно говоря Как всегда Делек нет Времени нет Деньги Может быть сделан Еще вчера И при этом Должен быть Очень красивым Сейчас я Расскажу вам О тех инструментах Иисусах Которых Помогает Его достичь И еще Такая проблема Что ваши конкуренты Они в общем-то Зачастую Имеют очень хороший дизайн И чтобы иметь Какие-то конкурентные преимущества Нужно Хотя бы соответствовать А еще лучше Как бы сделать На уровне выше Вот И Главное Главное Что вообще Донести своим докладам То что Нужно не бояться В какой-то момент Заплатить За какой-то сервис Использовать Какие-то готовые решения Так как это получилось Что Не знаю В интеллитете У разработчиков Дизайнеров СМГ Как мне показалось Есть такая счета Что они Не хотят платить За сервис Хотят использовать Какие-то свои То есть лучше написать Свои костыли Свои велосипеды Чем Заплатить за готовые решения Ну Зачастую Это плохой путь И Я покажу Какие есть решения Так Значит Насчет времени Ну Как я сказал Используйте готовые решения Так как я сказал Используйте Стандартные Компоненты Стандартные подходы И покупайте То, что Делают другие команды Профессионально И то, что Реальность Скажут вам Время К примеру Сервис Вебфлоу Позволяет Верстать Респонсив Сайты Лендинг пейджи Это платный сервис Но очень-очень хороший Так что советую Следующее Если вы Сделаете Лендинг Для своего стартапа Хотите собрать Какие-то Может быть Имейлы На первоначальных стадиях На стадиях Запуска То очень пригодится Фреймворк Компания Дизайн года Стартап Фреймворк И в принципе Очень хочу Прекомендовать Маркет Инвейтер Который позволяет Вообще Купить Готовые темы Купить Иконки В общем-то Это самый-самый главный Маркет Для дизайнеров По фреймворкам Ну, если тут много Девелки Не стоит особо Рассказывать Про Bootstrap И про Foundation Например, мне очень понравился Новый фреймворк Framework 7 Его сделал Русский разработчик Буквально Месяц назад На хакатоне Этот фреймворк Позволяет создавать Мобильные приложения С использованием HTML JavaScript Которые выглядят Как нативные iOS-приложения Мне сервис Очень понравился И Если кто-то собирается Сделать Мобильное приложение И не умеет При этом Писать Objective-C И не умеет Опыт Разработки iOS-приложений То этот фреймворк Очень хорошая Альтернатива По деньгам На самом деле И открытых Решений Бесплатных Решений Огромное количество Это К примеру Для шрифтов Google Web Fonts Куда Дальше Игорь Так, сейчас Перекутал Ладно Для прототипирования Советую Эти три сервиса InVision Флинта И Marvel Марвел Арт Сегодня Обновились Выпустили версию iOS-приложения Которое позволяет Рисовать на бумаге Прототип Сфотографировать И Перевести И В интерактивный Прототип Похожий Даже на приложение Еще раз напоминаю Кажется В Президентацию Я буду Чтобы Фотографировать Вы можете Сфотографировать Но в принципе Все это будет доступно В нашей группе Вы сможете скачать И все ссылки Кликабельные Не надо будет рассматривать В общем Все эти три сервиса Они Помогают Сделать Прототип Приложения Еще на той стадии Когда Непонятно Ваша идея Будет работать Не будет Вы сможете Проверить На каких-то Фокус-группах И Скажем так Изменить Ваши предложения Если Немного Для вас Потеря Ну Скажем так Marvel Marvel Еще пока Бесплатно Да Marvel Сейчас Месяц Бесплатно Потом Премиум подписка И бесплатные Сервисы Не вижу Насколько Я помню Один проект Скажем так Что Их можно использовать Бесплатно Есть пути Как использовать Бесплатно И кстати Метап Предполагает Что мы можем общаться Если вы какие-то вопросы можете задавать Поднимать руку Я думаю В процессе презентации Создать ваши вопросы Вот Вот Интересно Дальше Вы потом вернетесь Слайду Про использование HTML CSS Network Очень интересно Как с дизайнерской стороны Вы интегрируетесь с этим решением Хорошо Я вернусь Дальше Еще Продолжая тему прототипирования Есть три очень крутых сервиса Которые позволяют Скажем так Визуализировать PSD Макеты Которые рисуют В фотошопе Для На экране Айфона И айпэна Особенно хочу отметить Peak View Это сервис Который делают Ребята из Минска И Я имею в виду тестером Оно уже есть В бете Но Очень-очень хороший сервис И я думаю, что Его способны Обратить внимание Вот Ну в принципе Все три сервиса делают Одно и то же Просто делают Чуть-чуть по-разному Вырисуется в фотошопе Ваш макет И он сразу же отображается На экране Айфона Или айпэда Которые лежат перед вами Это очень-очень удобно Потому что Если разное разрешение экранов То Возможно На экране Своего компьютера Увидеть Нормальные пропорции Поэтому это очень удобный сервис А И еще Собственно Экономить денег Есть замечательный ресурс Как Fiber Который позволяет Скажем так Эта задача За пять долларов И К примеру Хочется это читать? К примеру Мы для нашего проекта Заказали Иллюстрации Вот Иллюстрации Слово пять долларов То есть То есть Маленькие Микрозадачи Дешевые Которые Выполняют Дизайнеры Иллюстраторы И Другие Скажем так Разработчики Вот Еще Бесплатных Фотостоках Вообще Есть К примеру Я пользуюсь iStack Photos Но из бесплатных Вот эти вот три Которые Мои самые-самые любимые Я считаю самые лучшие Особенно Хочу выделить Unsplash То есть там действительно Много крутых Фоток Так Ну по иконкам Icon Icon Это сервис тоже От Русского дизайнера Где там тысячи иконок Для iOS 7 Для Windows И Реально очень крутой И IconFinder позволяет Бесплатный сервис Где Можно И есть и платные иконки Но в принципе Там можно найти очень большое количество Векторных и растренных Бесплатных иконок Вот Я в первую очередь пользуюсь IconFinder И TheNownProject Это вообще сервис Который Стремится Собрать иконки Всех То есть Все пиктограммы мира И Ну это платный сервис Но если вы не нашли нигде Иконки То всегда можно идти На TheNownProject Вот Что говорится о качестве Третий пункт Это вообще Стоит вдохновляться Другими работами Смотреть, как делают профессионалы Следить за трендами И в принципе Быть активным в сообществах Для повторения Я использую Три самых основных ресурса Landbook Это сайт На котором Выкладываются Подборки самых-самых лучших Посадочных страниц Landing page Patterns Это Сервис Который я недавно Я себе открыл Который является просто Нереально крутым Это Сайты Собираются По разным Для разных задач Скриншоты Из Существующих Приложений Допустим Вам нужно сделать Экран для регистрации Вы можете зайти на Паттернс Выбрать Экран для регистрации И увидите Как сделаны Эти экраны В ручках Приложения Довольно-таки Большая база Но Это По Есть еще Подобные сервисы Для андроида Вы Могу Позже Ну Кому интересно Будет У меня есть Ну И Собственно Дрибл Твиттер Дизайнеров Мы Многие Нам слышали Также Там Можно найти Отдельный Еще Вообще Хотелось сделать Можно даже сделать Отдельный метап Вообще Статьи О том Как Правильно Делать Лендинг-пейджи И вообще Сайты Тут очень-очень много Хороших советов Есть перевод Этого сайта Вообще Адрис И Также Есть Три Части Перевода Тоже Когда Сможете Прочитать Ну Еще Очень-очень важно Следить за трендами К примеру Сейчас Вот Популярен Flat Design Уже Замечаю Что Во Flat Design Появляется Свои Тренды И Я считаю Проект Он успевал за этим всем Но Опять-таки Следить за трендами Позволяет Dribble И И прочее Иисус Которые предыдущие Слайды Еще Есть инструменты Которые пользуются Каждый день Это Сервис Который Позволяет Трекать Ваши Ваши Создавать Криншоты Моноснет Тоже Известный Ресурс Который Позволяет Создать Спиншоты И Гордит Это Сервис Который Позволяет записать Анимацию С экрана Известный Снять Видео И создать GIF Анимацию Очень удобно Когда кто-то что-то не понимает И достаточно Создать Спиншоты А как вообще создать новых сервисов Это Наши группы Фейсбуки Мы Создадим Сайт Где Собираемся Сделать что-то типа В Не знаю Hacker News Или Reddit Где можно будет постить ссылки О Других Сервисах Подборках Дизайна И новых Ресурсах И Существующих Сервисов Вы Сайт Барилл Это Ресурсы Каждый день Балуются 5 ссылок На какие-то крутые Дизайны Сервисы Ресурсы И вообще В принципе Ну и все Давайте Пообщаемся Тоже у нас какие-то вопросы По тем Ресурсам Что вы видели А Вернемся к слайду Про Фрейм Север Еще 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 Вот Пример И какой был вопрос? Еще Ну По сути Интересно услышать Как Дизайнер Взаимодействует С CSS Как Воспринимать Как Воспринимать Ну В смысле Как я их вижу Я допустим Это же Ускорение Статап работы И они Весьма Туго совместимы С креативностью Как найти Золотую середину Ну Для этого Я Еще Немного сам Я занимаюсь Девелопментом То есть Верстаю И для того Чтобы Скажем так Сделать Дизайн Хорошо Я сначала Полностью Рисую Фотошопы То есть Конкретная Посредственность Работы Вдохновляюсь Дизайном Рисую Непосредственно Макет После этого Вступая Верстки И Соборно Я смотрю Чтобы Макет На 100% Соответствовал Той Верстке Которые Мелочи Уже Не замещаются И кажется Ладно Пускай Дизайнер Будет Верстки На самом деле Это очень важно И потом Когда накладываешь И сравниваешь Макет И скрешет Верстки Это все Заметно То есть Было очень хорошо Чтобы дизайнер Понимал Верстки Понимал Что Здесь Мало того Что понимать Особенность Специфику Реализации Канадовых Что еще Для этого Дизайнер Ну В данной Ситуации Если говорить о Flavor X7 То Он в принципе Повторяет Дизайн iOS И То есть Достаточно Просто Быть хорошим пользователем iPhone Айфона Какие еще Опросы А ты Скажи Ты когда рисуешь Стайл райдер То есть Клоточки Отделишь И Быстро На самом деле У меня Очень много Проектов Я занимаюсь Подробнее И Поэтому Мне часто приходится Это делать Но Я советую Делать такие Стайл гайды Для того Чтобы Дизайнер Когда передает работу Верстающему Чтобы У него было Однозначное Представление Какой Должна Цветовая Палитра И так далее Софт Ну Вообще В фотошопе Есть В фотошопе Есть для этого Палитра К примеру Ну то есть Swatches То есть Чтобы это Как дороже Было Один Ну На самом деле Мне кажется Это такая Большая проблема Можно создать Отдельную PSD Прямоугольнички С цветами И все Варианты Заголовков Текстов Текстов И так далее Было бы желание Ну да Игорь Как ты делаешь? Я всегда так Ну то есть Есть отдельный файл Всегда Это помогает Не только верстальщику Это помогает Не только верстальщику Не только верстальщику Ну и себе Да сразу Вот Ну и мне То есть Если проект Развивается В течение нескольких лет Такое есть На практике То стиль Всегда меняется И Для того чтобы Он не сильно менялся И менялся Везде одинаково То Вот такие файлы Они очень сильно помогают Работать Еще какие вопросы? Ну Главный вопрос Который Он уже Позвучал Я его просто еще раз Почеркнул То есть Вы вот те уникальные Как я смотрю дизайнеры Которые Ну Вроде как понимают Как это надо делать Да? Что вы такое съели? Чем накормить Вот этих всех остальных дизайнеров? Они начали наконец Тоже думать головой А не просто рисовать Рисуночки Ну Как по мне Большинство дизайнеров, с которыми я общаюсь Они просто начали с того, что они фрилансеры А когда Ну Человек занимался В какой-то минуту своего времени Своей жизнью фрилансером То в основном Это получается, что он не верстал сайт Включить, делал сайты на заказ А те, кто делают сайты на заказ Они не умеют верстать Вот и все То есть это получилось Изначально, что человек занимался версткой И потиху Ну прокачал скиллы в дизайне И стал заниматься дизайном Ну По-моему Как-то вот такая вот истиненция Надо запилить сервис по поиску таких дизайнеров Будет пользоваться колоссально Ну Короче Я считаю, что профессиональный дизайнер То есть Он По-моему должен быть фрилансить По-моему Он должен был как-то быть Ну То есть Заниматься Как Без компаний А работать с одним образом То есть Когда у него будет такой опыт То Когда он делал все Когда он будет мастером То есть Когда у него есть представление Как, собственно говоря, все это делается Кстати, у Игоря будет, собственно, рассказ про фриланс Задоклад про фриланс И он сможет подробно рассказать Это Евгений Здравствуйте Будем больше общаться Саша, скажи про Как ты считаешь Где брать фрилансеров Дизайнеров Дизайнеров Дизайнеров, которые знают Хоперстайз По личным знакомствам, наверное Так Ну как Где Ну вот На комьюнити пришли Ищите здесь Наверное, действительно Как вы Какие у тебя такие Есть Дизайнеры Часто 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 Параков Просто Очень Сейчас какая тенденция интересная идет. Среди разработчиков софта сейчас выходят продукты, которые позволяют дизайнеру верстать и верстать, то есть рисовать проекты, ну как в фотошопе фактически, через css. Webflow раз сегодня, мог бы позже показать, вышла первая версия mac.com, такая программа, кстати, была компания, собрали много денег, они сделали, пока что глючная хрень, но я думаю месяцёк два-три они исправят все баги, и в общем-то рядовой дизайнер сможет нарисовать лендинг за вечер и не падится. Спасибо.